В зале района администрации состоялось еженедельное планерное совещание с главами поселения, руководителями подразделений, представителями служб и ведомств. Рабочая встреча началась в торжественной части. Благодарностью главы наградили Александра Рябенко, председателя Молодежного общественного совета при территориальной избирательной комиссии «Северская». За организацию мероприятий и участие делегаций Северского района, выставки-ярмарки «Агротур-2019», а также фестиваля воздухоплавания «Небесная ривьера» благодарностью главы наградили специалистов Управления экономики, инвестиций и прогнозирования. На расширенном планерном совещании подвели итоги исполнения поручений во втором квартале текущего года данных на открытых сессиях и заседаниях инициативных групп. Всего в перечень внесено 229 поручений. За истекший период 32 из них исполнено. Об этом доложила начальник управления организационно-кадровой работы Елена Красикова. Глава Северского района Адам Джарим подчеркнул, задача всех служб и ведомств – отработать каждое поручение качественно и в срок. Вторым вопросом участники рабочей встречи рассмотрели основные критерии отбора проектов для вступления в программу «Современный облик сельских территорий». Благодаря участию в проекте у поселений появился хороший шанс привлечь значительные средства из краевого и федерального бюджетов для улучшения облика своих территорий и условий проживания. На планерном совещании особое внимание уделили вопросу по замене 5% сетей водопроводно-канализационного хозяйства и наведению санитарного порядка на территории населенных пунктов. Секретари первичных отделений партии «Единая Россия» обсудили подготовку к предстоящим выборам в сентябре текущего года. Семинар совещания под председательством секретаря Краснодарского регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Гриценко прошел в Доме культуры Станицы Азовской и собрал представителей партий из Северского и Обширотского районов. Перед началом встречи слово взял Адам Джарим. Уверен, что совместная работа поможет «Единой России» сохранить политическое лидерство, а объединяя активных и инициативных граждан, мы продолжим путь динамичного развития нашего Отечества. Надеюсь на полное понимание и благотворную деятельность по укреплению авторитета партии и реализации ее принципов. Глава муниципалитета рассказал об избирательной кампании. 8 сентября в Северском районе предстоит выбрать двух депутатов районного совета, 202 депутата городских и сельских поселений и двух главпоселений. На встрече обсудили юридические и организационные вопросы. Среди них взаимодействие с избирателями в интернете и на улице, борьба с деструктивным поведением избирателей, мобилизация партийного актива, агитационная работа в рамках избирательной кампании для привлечения максимального числа избирателей, особенно в молодежной среде. Отдельное внимание уделили соблюдению правовых норм для недопущения нарушений на участках. Секретарь Краснодарского регионального отделения Николай Гриценко особо отметил работу местных отделений партии в проведении предварительного голосования, как репетиции выборов в сентябре, и дал рекомендации по эффективной организации выборов 8 сентября. Северский историко-краеведческий музей известен не только ценными экспонатами и экспозициями, но и познавательными мероприятиями, проводимыми в его стенах. Круглый год работники музея радуют посетителей тематическими встречами. Лето не исключение. Главные гости теплого сезона, конечно, дети. Соприкосновения с историей своей родной земли предметами старины оставляют яркие впечатления у школьников. Музей активно принимает участие в работе летних школьных площадок. К нам практически каждый день приходят группы деток. Ну и, конечно, мы стараемся соблюдать историческую направленность своих музейных занятий, чтобы детки получали не просто развлекательную программу, а все-таки чтобы выносили какое-то зерно историческое, этнографическое, рассказывая именно какие-то исторические факты. И даже если есть элементы развлечения, но чтобы это развлечение принесло информационную пользу ребенку, чтобы у него появилось желание, может быть, в интернете найти дополнительную какую-то информацию, может быть, вернуться к нам. Кстати, хочу сказать, детки приходят к нам с огромным желанием. Познавательная экскурсия состоялась в самый разгар лета. В этот раз детей ожидала интересная лекция на тему доброжелательности. Школьники узнали о том, как приветствуют друг друга жители различных стран и континентов. Выяснили, откуда берут свое начало правила этикета. Ребята поздоровались на разных языках мира, выучили необычные жесты, выражающие доброжелательность. После лекции юных посетителей ожидало увлекательное состязание в собирании пазлов на тему животного мира Северского района. Сегодня мы пришли на экскурсию в музей. Я привела первый отряд лагеря дневного пребывания, школы номер 45. В музей мы ходим постоянно. Сегодня в очередной раз музей удивил нас своими интересными экспозициями и рассказами. Мне нравится музей экспонатами. В нем много разных птиц, животных. Их все хочется и хочется размахивать. Все про них знать. И мне очень нравится музей. Поэтому музей очень классный. Здесь много можно чего узнать. Можно узнать историю нашей Кубани. Здесь много из чего интересного. Можно посмотреть. Это место очень классное. В этой станции Северской. Летние каникулы в самом разгаре. Один из вариантов проведения досуга с пользой и посещения интересных лекций и мероприятий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Выигрыш. Жулик звонит жертве под видом радиоведущего. Он поздравляет абонента с крупным выигрышем и просит за что-то заплатить. Радиостанции никогда не проводят выигрышных акций со звонками случайно выбранным абонентам. СМС-попрошайничество. Абонент получает на мобильный телефон странное сообщение. У меня проблемы. Положи на этот номер 900 рублей. Сам не звони. Свяжусь с тобой позже. Никогда не кладите денег в ответ на просьбы, поступающие с незнакомых номеров. На несколько дней Ясная Поляна превратилась в сцену под открытым небом. Здесь проходит масштабный театральный фестиваль, посвящённый Льву Толстому. Старинный яблоневый сад, лично высаженный писателем, стал площадкой для квеста. Здесь дети от семи лет примеряют на себя роли героев из «Войны и мира». Почувствовать себя полководцем Кутузовым, выследив неприятеля в подзорную трубу. Или как Наташа Ростова впервые попасть на бал. Роман в четырёх томах перестаёт быть пугающе сложным. Когда мы в школе подходим к изучению каких-то произведений, мы видим вот эту вот стопку книжек и думаем, о-о-о, не-не-не, вот это вот не для меня, вот это скучно, страшно, долго, я это не буду. А здесь, получается, мы работаем на опережение, мы показываем, насколько интересно тогда жили люди. А это спектакль в поле. В том самом поле, где сто лет назад Лед Толстой косил траву со своими крестьянами. В основе постановки – сцена из Анны Карениной, где Левин признаётся в любви Китти, зашифровав послание в длинную аббревиатуру. Именно так сам Толстой просил руки у будущей супруги. Зрители следуют за главными героями – мужчиной и женщиной, размышляя, каким должен быть идеальный супруг для идеального брака. В итоге их пути расходятся. Встретить своего абсолютно идеального партнёра, который будет идеально разделять все твои взгляды и угадывать все твои мысли, – это утопия, а утопия несовместима с жизнью, к сожалению. И вот в этом противоречие и желание идеального, и невозможности идеального – вот мы как-то все с ним и живём. Мы часто сами задаём такие вопросы, размышляем на эти темы. А конец такой, что иногда люди проходят мимо, они, похоже, имеют взгляды, но всё-таки они не встречаются и не находят того, что искали, к сожалению. У меня было желание их одного и второго взять, за руку объединить. Под конец дня – классическая постановка Анны Карениной театра из Болгарии. Артисты впервые играют её под открытым небом. За кулисами кипит работа. Грим и прическа главной героини занимают два часа. «Больше всего меня поражает, какая она нежная и чуткая. Она не хочет никому нанести вреда. Но, погружаясь в чувства, она уходит всё дальше и уже не в силах вернуться». В программе фестиваля более 30 мероприятий. Их посетило 10 тысяч человек. «Отва зависи от вас, понеже...» «Заминалността». «Само ли беше?» «Ужасно!» «Еди да стрелочна». «Отва зависи от вас, понеже...» Субтитры подогнал «Симон»